Бокал лежит отравленный, возможно, был, либо что-то из еды. А что вы ели? Что это за хрючево здесь? А я не могу посмотреть. Кто-то пил сок, а кто-то пил вино. Исследуйте сцену и ответьте на вопросы в соответствующих текстовых полях. Нажмите на чай, когда будете готовы. Кто сидел на стуле 5, на стуле 2? Кто двоюродный брат Клары? Кто умер? Кто убийца? И нам предстоит это сейчас расследовать. Так, я уже вижу, с игрой, конечно, определенно есть картиночка, рвется. Но, к сожалению, в носорюках никак это не поправить, поэтому, сорян. Так, это компьютер, это наш компьютер, окей. Так, вижу здесь какие-то... Какая-то... Господи, этот... У ты, блин, теперь везде шерсть. Открытка, открытка. Этот день снова настал. С днем рождения. С днем рождения, Клара. Спасибо, что поддерживал меня, пока я проходил реабилитацию от алкоголизма. Генри, так повезло с тобой. Надеюсь, у вас будет отличный год. Джейк. Возможно, Джейк это брат Клары, А Генри, это ее муж. Так, тут прям много, да, надо читать будет? Хизер Браун, восточная улица Брейкел, Лос-Анджелес. Клара Гибсон. Форест Хилл, штат Нью-Йорк. А переворачивай как-то могу? Нет, не могу. Так, еще какая-то записочка. Дорогая Клара, Прошел месяц с тех пор, как ты навещала меня. Помнишь, о чем мы разговаривали? Я думаю, тебе пора покончить с ним. Ты слишком долго терпела, нужно двигаться дальше. Подумай об этом и ответь мне, мама. Угу, так, понял, понял, хорошо. Что еще мы можем найти? Какие улики у нас еще здесь есть? Вообще, давайте хоть дома смотрим. А, вот место преступления. То есть на третьем месте кто-то был убит. Бокал лежит отравленный, возможно, был. Либо что-то из еды. А что вы ели? Что это за хрючево здесь? А я не могу посмотреть. Кто-то пил сок, кстати говоря. А кто-то пил вино. Но вино пили... Ну, как бы, не один человек вино пил. Значит, это было не вино отравлено. Еду тоже много кто ел. И... Тоже не все умерли. Это что такое? Так. Фонтази Амур. Дорогая фанл. 99. Валет паркинг. Парковка. Дата начала парковки. Дата окончания парковки. Сумма платежа 15. ДС 1. Благодарим за участие. Удачи на дорогах. К чему бы это? Почему бы это все? Какие еще улики нам могут подсказать? Кто это был? А открывать как-то шкафчики ничего не могу, да? То есть буквально мне надо вот так прощелкивать все, чтобы понять, с чем можно взаимодействовать. Ну, по идее, когда наводишь... А, нет, кружочка не появляется. Эта дверь недоступна в демоверсии. Как я раскрою убийство? Так, рассмотреть. Ммм. Коробок спичек. Фантази Амур. Возможно, на почве ревности кого-то здесь убили. Текстурная помада. Водостойка. Не оставляет следов и не размывается. Не оставляет следов. Так, 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 так. Это уже хорошо. Это хорошая зацепка. Почему-то только она достана. И кто-то пил какие-то лекарства. Это что? Никотиновый пластырь. Помогает бросить курить. Ну, допустим, окей. А на бокалах видно отпечатки помады? Да. На бокале видно отпечаток помады. То есть это умерла не наша... Подожди, а чья это сумка? Это... Я, кажется, понял. Спички... Откуда? Из... Фантазии Амур. И плюс у нас есть из Фантазии Амур вот этот чек. Чей это чек? Дорога Фантл. Да-да-да, Амур. Парковка Валет Паркинг. Я не понимаю, чей этот чек. Короче, надо узнать, чей этот чек. И тогда, я думаю, мы с вами поймем, кто точно не умер. Что еще? Лист гостей. Джейн, Эдвин, Дженни. А, Джейк. Джейк. Эдвин и Дженни. Джейк. Джейк, 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 Джейк. А тут кто у нас писал? Сейчас мы соберем в голове все. Я просто не шибко тут запоминаю всех пока что. Джейк. А где мы были? Вот это, да, письмо? Happy birthday. Вот, Джейк как раз таки писал. Джейк это брат. Так, давайте пока отмечать. Кто двоюродный брат? Джейк. Джейк. Кто умер? Кто убийца? Джейк, брат. Так, вилка. У кого-то упала одна вилка. Вилка упала отсюда, с четвертого места. Какие улики мы еще можем здесь найти? Давайте смотреть. День рождения, Клары. 22.04. 22.04.2003 года. Эта дверь закрыта. Здесь я... О, вино. Да Винчи. 94-й год. Хорошо. Хорошее венцо. Вторую почему-то бутылку не могу посмотреть. Так, любопытно. Вижу, отпечатки помады есть. И какие-то права. Права. Гибсон. Гибсон. Штат Нью-Йорк. Гибсон, Генри. Аллея. Форест-Хиллс. Штат Нью-Йорк. Апартаменты полмужской. Дата рождения. Выданы в 2000. Гибсон, Генри. Удачи с Генри. Генри. Это, наверное, муж получается. Ну, или парень, наверное, даже так лучше сказать. Генри. Это, скорее всего, парень. Эдвин Брикс. Адвокат. Главная площадь. Восточное крыло. Адвокатское бюро. Корпорация Эдвина Брикса. Больница Рид. Клиника абортов. Доктор Терри Чарльсон. Интересно. Для кого-то они хотели аборты сделать. Марликс. Благодарю за соточку. Спасибо. Что-то без сообщения только. Могу что-нибудь написать. А это у нас что? Дата. 14.02. Сделать бронь по номеру. А мы можем номера набирать? Встреча с доктором Ричардсоном. 13.03. То есть они вместе делали аборт. Ну, в смысле, что-то. Ну, поняли. Ужин с членами компании. День рождения Клары. Подожди, так она... Нет, подожди. День рождения Клары. Она же не писала сама себе день рождения Клары. То есть если она бы здесь жила, логично, что она не стала бы писать мой день рождения. Я же не пишу там, да, условно. День рождения там меня. Это же логично. Ужин с членами компания. То есть, скорее всего, это, возможно, даже... Дом. Ну, в смысле, что это квартира Генрия. Так, дай-ка я еще там... Ему написали повезло с Генрия, да, ведь? Тебе повезло с Генрия. Да, Генрия. Тебе повезло с Генрией. То есть это квартира Генрия. Делом выводы. Квартира Генрия. Кто сидел за праздничным столом? Очень вероятно, что именинница здесь сидела. Но это не точно. Возможно, здесь разбили по парочкам. Условно, если здесь помады не... Подожди, они делали аборт. Если они делали аборт, то ей, скорее всего, нельзя алкоголь было принимать. Хотя тоже, если они уже его сделали. Если она беременна была, значит, она не пила алкоголь. Так, на какое число еще раз, я посмотрю, был назначена дата. С доктором Ричардсоном. Так, а доктор Ричардсон, давайте-ка я точно проверю. Это у нас клиника абортов, да? А, нет, Терри, Чарльстон, это другой. Ну, все равно теория хороша. То есть, возможно... Ммм, возможно, возможно. Ну-ка дай-ка я... Почитаем, что тут еще. Хизер Браун. Хизер Браун. Кому? Клара Гибсон. А, нет, все-таки они, если раз фамилия Гибсон у одного и у второго, то значит, оба уже помолвлены. Ну, в смысле, что даже не помолвлены, а уже женаты. Лехун, Форест Хиллс. Штат Нью-Йорк. Апартаменты номер один. Тебе пора покончить. Ты слишком долго терпела. Нужно двигаться дальше. Как навещала меня месяц. Сложно. Сложно, да. Сложно. Так, давайте дальше смотреть. Возможно, что-то в мусорке еще есть. Ничего такого. Тут еще несколько стульев. Здесь второй. Первый, второй. Третий, четвертый и пятый. А нам надо узнать, на каких стульях кто сидел. Кто сидел на стуле номер два и кто сидел на стуле номер пять. Вот этот пять. А этот номер два. Обычно как парочек садят. Пока пазл не сходится. Подожди, а кто был тут? Смотрите, получается, был... Как его там звали? Это Генри, Клара, плюс трое гостей. Это Джейк, Эдвин и Дженни. Раз здесь помада есть, на этом бокале, которого отравили, это сто процентов была женщина. И если это, соответственно, не беременяшка, которая не пила вино, значит, это... Как ее еще раз звали-то? Дженни. То есть, умерла Дженни. 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 Так, хорошо. И она сидела на стуле три. Кто сидел на стуле номер пять? На стуле номер пять сидела, соответственно, наша именинница Клара. Так, на стуле номер пять, Клара. На стуле номера два. Напротив, кто мог сидеть? Вот этот стул, который упал. Хм. По поводу помады, в наше время вообще не факт, что... Дженни, может и Джейк. Ну, я надеюсь, тут как бы более такое, знаете... Я тогда точно не догадаюсь эти вещи. Какие у нас улики здесь еще могут быть? Ну, все, более-менее довольно... Опа, стандартно. Привет, милый. Я ушла за покупками. Не мог бы ты накрыть на стол, пожалуйста? Не забудь, мой двоюродный брат не пьет вино. Вместо вина налием их пельсинового сока. И это левша. Упс. Так, мой двоюродный брат так... Не пьет вино. Двоюродный брат. Так, а двоюродного брата еще раз звали? Как? Я уже забыл. Так, двоюродный брат, двоюродный брат. Джейк. Джейк. Так, значит, на пятом стуле все-таки сидел Джейк. Двоюродный брат, да, Джейк. Джейк. И, соответственно, а сохраняется хоть? А почему не сохраняется? О, сохранилась. Так, а еще раз, кто там был левшой? Возможно, кстати, именинница конец пришел. Эд, левша, Эдды. Что за Эдды? Эдвин. Эдвин левша. Эдвин левша. Смотрим, у кого приборы лежат с левой стороны. Как правильно по правилам этикета? Ложка, смотрите, у всех лежит слева. 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 Левша. Обычно вилку... Обычно нож держат в правой руке, а вилку с левой. Да, нож у всех с правой стороны, кроме как... Эд, получается, сидел на первом стуле. Эд сидел на первом стуле. Блин, так странно все. Эд сидел на первом стуле. Господи. Так, Эд сидел на первом стуле. На правом стуле. Правильно, дайте я размышляю. У всех ножи, смотри, с правой. С правой. С правой. С правой. С левой. Значит, на первом стуле сидел Эдды. Подожди, там в тексте про апельсиновый сок тоже про левшу или нет? Получается, две левши. Нет, нет, нет. Здесь... Ой, бляха. Здесь написано что? Мой двоюродный брат не пьет вино. Вместо вина налей ему апельсиновый сок. То есть, на том стуле точно сидит. Это левша. То есть, смотри. Здесь, получается, сидели, так скажем, менее важные члены семьи. Ну, как менее важные? В смысле, что никто тут не взаимодействовал. Я думаю, здесь любовный треугольник. Здесь сидел Эдвин. Здесь сидел брат. Здесь, соответственно... Я думаю, любовница загрохала. Любовница была у него. Как любовницу звали еще раз? Дженни, да? Вот я думаю, убийца Дженни. О, есть смысл. Дженни? Я сейчас расскажу, почему так. Кто умер? Клара? Потому что она сидела как раз-таки за главным этим местом. Кто сидел на стуле 2? Сейчас я, подождите, еще стул 2 посмотрю. А на стуле 2 как раз ее сидел ряженый. А ряженый это у нас Генри? Кажется, Генри. Генри, да. Сейчас я вам покажу, почему я так думаю. У меня даже есть уже идея. Генри. Смотрите, получается, мы что нашли? Во-первых, мы нашли, что здесь висит сумочка. Эта сумочка не Клары, а как раз-таки Джейн. Вот и стойка. Да, Джейн. Не курила, не курила. А тут какие-то есть следы того, что кто-то где-то курил, возможно, да? Ну-ка, дайте я тоже еще. Нет, насчет следов курения я не вижу, к сожалению. Здесь я ничего набирать не могу. Здесь, смотрите, по косвенным данным я могу сказать, что это все-таки она убийца. Во-первых, у них есть, смотри, фантази Амур спички. То есть она была фантази Амур. И кто-то выкидывал чек на парковке с фантази Амур. И я, как понимаю, это... Смотрите, дата с 14-го числа по 14-е число. 20-22-00. Время начала. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. С 18-ти и 49-ти до 20-ти и 20-ти. Как раз-таки, чтобы все дела сделать, там время и было. И дата какая еще раз? 14-та. А 14-го числа чего они хотели делать? Сделать бронь какую-то. Что за бронь? Сделать бронь. А, это он писал. Сделать бронь. То есть он написал, чтобы сделать бронь в отеле. Полтора часа было припарковано. Да, я думаю, это так и есть. Давайте еще посмотрим. Может быть, какие-то улики. Но, как я понимаю, в демоверсии здесь, к сожалению, ничего не доступно. Ну, блин, как-то это мало. Я больше не вижу просто, с чем мы тут еще можем взаимодействовать. Я думаю, это все. То есть на основании этих данных мы должны сделать выводы. Ну, что, делаем, как я придумал? Или какие-то есть еще идеи? Винишко. Сделать бронь. Ну, давайте последний раз пробегусь вот по этим записям еще. День рождения. Клар Ужин с членами компаниями. Компании. С членами компании. Встреча с доктором Ричардсоном. Доктор Ричардсон. 13.03. Сделать бронь. А там 14.02 же, да, было? Да, 14.02. Сделать бронь. То есть это 100% раз блокнот этого нашего мужчинки, который здесь жил. Соответственно, это он делал бронь. И, соответственно, есть сумочка с помадой и со спичками, которые из этого же места. И, соответственно, здесь раз нет помады, это значит, это она здесь сидела рядом с братом. Возможно, их пытались как-то, знаете, там сблизить. А здесь сидели два мужичка. То есть Левшадин. Наш. Да, и он стул уронил. То есть он увидел, как его возлюбленная упала. Подожди, это что? Да, видите, изо рта кровь полилась. То есть, возможно, она все-таки как-то отравила. Единственное, способ убийства я так и не понял. Возможно, через отравление, но... Смотрите, он не попел. А она-то попила. То есть, ну, я не знаю, точнее, как убили. То есть, ну... Ну, как бы все. На этом мои выводы заканчиваются. И почему-то мать... А это что еще раз? Хезер Браун, Восточная улица, Лос-Анджелес, Клара Гибсон, Аллея... Хайнун. Форест Хиллс, штат Нью-Йорк. Это я не знаю. Противоядие приняла. Кстати говоря, противоядие, возможно... Как-то... Так, лучший уход. Никотиновые пластыри помогают бросить курить. Облегчают такие симптомы, как раздражительность, трудность в концентрации внимания, беспокойство при отказе от курения. Ну, это опять же нам ни о чем не говорит. Ну, я не знаю. Больше, короче, ничего нету. А это что? А подарочек я могу? Самые лучшие женщины в мире. Это, наверное, от брата подарок. Мне так кажется. Ну, отправляем. Отправка ваших ответов завершит демонстрационную... Демонстрацию этого демо. Вы уверены? Спасибо, что сыграли в демо-версию место преступления. Оценка А. Правильных ответов 4 из 5. 4 из 5. А что мы неправильно... Возможно, знаете, здесь еще имеет место быть, что в русской раскладке мы набирали, и, возможно, некоторые имена, как бы, они там не совсем совпали. Но, в принципе, я думаю, мы все правильно сделали. То есть я прям... Изи как раз гадал это дело. Ну, прикольная игра. Не знаю, будем ли мы играть в полную версию, конечно. Ну, может, если ключик получим, то... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.